Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 мая, я сегодня хочу поговорить о схемах посадки, потому что многие видят, я показываю очень часто, что у меня посажены по два томата в одну лунку. Всегда ли я так высаживаю? У некоторых может сложиться ложное такое представление о том, что у меня весь огород засажен по два томата в одну лунку. Нет, это не так. Я сейчас расскажу, какие у меня, как я еще высаживаю, и от чего зависит, где я высаживаю два томата в одну лунку, где я высаживаю одиночные. Весь огород у меня в зависимости от ситуации высажен по разным схемам. Я начну вот с томатного поля, где у меня места много, и тут, вы видите, высажено, да, по два томата в одну лунку. Но тут я высаживаю, потому что здесь у меня есть пространство для маневра, и я, когда изначально эту схему посадки как задумывала, я сразу, видите, у меня и капельный полив сделан, я сразу делала широкие грядки. Вот эта грядка метровой ширины, между этими лунками, видите, что большое такое расстояние, тут они не сдавлены ничем, и все, вот это томатное поле, я уже сегодня показывала, что оно на всю, на всю длину туда идет. Вот эта грядка подготовлена тоже под высадку, два томата в одну лунку. Здесь, видите, эллипсовидные такие луночки, тут будет один томат, тут будет один томат, и в соседней тоже, между ними достаточное расстояние. Тут такая посадка возможна. Идем дальше. Но не всегда у нас есть такие условия, чтобы намерить грядку так, как мы хотим. И тот, у кого, как у меня, тоже 6-7 соток, они понимают, что иногда нам приходится подстраиваться под данные условия, те, какие у нас есть. Вот эти грядки у меня будут высаживаться уже совсем по-другому. Это как бы тот самый технический проход, который нужен обязательно между двумя теплицами для схода снега, вот с этой стороны и с этой стороны. И он делался на такую ширину именно для того, чтобы здесь спокойно могли укладываться вот эти вот лавины снега, слои. Но так как мы тут ограничены с этой стороны теплицей и с этой стороны теплицей, у меня тут уже нет никакого места для маневра, как на том томатном поле, где у меня 10 на 10 метров сотка. И я могу, как хочу, ширину какую-то такую нарезать. Тут вот как у меня предоставили мне вот такие условия, вот такая ширина. Я под них и подстраиваюсь. И тут у меня расположение совсем другое. Тут будут по одному томату в лунку. Почему? Потому что, смотрите, ту грядку я смерила, я сказала, что там метр, а здесь всего 60 сантиметров. Вы понимаете, что 2 томата, 2 помидорки, если сюда и сюда посадить, это будет очень тесно. Очень тесно, потому что тут маленький проходик, тут совсем маленькая дорожка, они начнут разрастаться. Но и если сделать одну луночку и посадить 2 томата в одну лунку, это будет слишком жирно. Ну как, это будет очень редко. Представьте, на такую ширину всего лишь будет тут один рядок и тут один рядок. Тут у меня просто не было выхода, как сделать вот такое расположение. Смотрите, они на 40 сантиметров, 40-45 примерно вот так, и 40-45 вот так. Они, короче, квадрат получается. Вот как раньше было выражение квадратно-гнездовой способ. У нас, у меня вот эта лунка так и есть. Они что так, что так, квадратиком-квадратиком, по одной штучке будет каждая индивидуально подвязана колушка к своему. Им здесь будет достаточно места. Они будут и не сильно мешать друг другу, и проход будет хороший. Предпочитаю вот на такие грядки, где по одной штуке, высаживать все-таки новые сорта. Потому что, когда я высаживала в теплицу новинки, я вам говорила, кто смотрел, помнит, что при выращивании, при высеве новых сортов, я всегда боюсь нарваться на томат-гигант. Но на томат-гигант не в смысле, что большой плод у него вырастет, а в смысле, что он сам вырастет, огромный бамбук. Когда новые сорта начинаешь пробовать, не всегда написано, что они будут огромными. Вот я в прошлом году напоролась на чайную розу, высадила в теплицу, она выросла, настоящее дерево. Она толстая, листья раскидывает, листья здоровые, мясистые. Она других забивает, закрывает светом. И вот такие, как чайная роза, конечно, лучше бы высадить вот так, по одной в луночку. Она индивидуалка, как я поняла, что ей нужно свое какое-то пространство. И вот тут получается, что она будет одна расти, и до соседей там 45, тут 45. Короче, вот она почти на метре будет их две всего. Потом, в позапрошлом году, или в прошлом, а в прошлом же, точно так же произошло с клубничным деревом и с клубничным десертом. Вот клубничное дерево полностью соответствует своему названию, потому что оно вырастает, как дерево. Мало того, что она 2 метра в высоту, она в ширину делается, как дерево, и у нее ствол толстый, как дерево. Короче, в теплице я не знала, куда от нее деваться. То же самое других забивает, прям выдавливает, расширяется. И вот такие вот томаты, которые очень крупные, очень здоровые, лучше высаживать вот по одному в лунку. Все, вот про схему посадки я сказала, и у меня много таких участков. Вот, например, готовится вот эта, которая грядка, скорее всего, она тоже будет по одному томату в лунку, будут индивидуально, они привязаны к колышку. Почему? Потому что здесь будут все новые сорта, и многие, про многие из них написано, что это куст мощный. Ну, короче, вот такое описание подозрительное, что я думаю, два томата в одну лунку им будет плохо. И первый раз, на первый год, испытать, чтобы эти томаты, я их высажу по одному в лунку. Потом я посмотрю, какие из них слабо обелиствленные, какие из них, например, есть же двухметровые, не обязательно, они деревом вырастают. Есть как лиана, тонкий стебель, мало листиков. Он хоть и высокий, но он такой компактный, не забивает других. Вот мне нужно их посмотреть, и потом уже какие-то пойдут два томата в одну лунку, а какие-то будут высажены вот в такие. И у меня вот таких мест много. Там еще один технический проход, где тоже не позволяет расстояние сделать уплотненную посадку. Так что вы должны сами смотреть и выбирать. Мало того, что не все томаты можно высадить по два томата в одну лунку, но и схемы вот эти нужно, конечно, под свой участок, под свою, как местность, или как под свой рельеф, все это подстраивать. Не обязательно повторять за другими, что если у всех по два томата в одну лунку, мы тоже будем высаживать. А может быть, есть такое место, где тесно. Все, я надеюсь, вам объяснила. И многие у меня спрашивают, что вы все томаты по два томата в одну лунку высаживаете? Нет, не все. Вот в следующем видео я скажу, каких томатов нужно остерегаться при высадке два томата в одну лунку, потому что они очень-очень пушистые, они очень широкие, ширь сильно разрастаются. А это было о схеме посадки. Где нужно, я высаживаю два томата в одну лунку, где нужно, я высаживаю по одному. И грядочки, и ширина грядочек меняется, и вот эти расстояния меняются. Все по-разному. Я высаживаю по-разному. Я высаживаю по-разному. Я высаживаю по-разному. Я высаживаю по-разному.